всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео сегодня такая тема постоянно труппажоры христиане так называемые разные люди даже может быть не называющиеся христианами но в основном когда ты пытаешься христианину желая ему благо открыть ему глаза на истину чтобы он стал святым человеком и попал в небесное царство со христом раскаившись в одном из грехей сотворив благо то есть ты раскаившись в том что он убивает или проплачивает убийство беззащитных животных ради похоти чрева или очей или гордости житейской и войти со христом в небесное царство став на защиту истины а не творя беззакония и одна из отмазок христиан псевдо христиан на самом деле ибо убийцы не могут быть людьми вошедшими в небесное царство они даже рай недостойны это девятая глава книги бытия рассказ о но и уже заканчивается и это якобы божье благословение но и в его лице всем человеком убивать животных и пожирать их трупы сегодня мы этот очередной миф развеем конечно же поймет и примет мои слова только люди с распаханными сердцами и готовы готовы к тому чтобы дать плод конечно же люди с окаменелыми сердцами с отсутствием мозгов в голове люди которых похо чрева похотя чья гордость житейская и все внешние жизненные обстоятельства люди трусы слабаки не способны восстать против системы конечно же не примут если даже что-то в них пробьется родственники друзья система до страхи здоровья заглушит это семя и плод этот и семечко мое умрет которые я вложу в их не сердце и плода не даст но мое дело как господь сказал сеять а дальше никто не знает будущее прежде чем мы дойдем к 9 главе вы помните что ролики я пишу в основном серийный в основном один за другой цепляется конечно же я рекомендую прежде всего можно обратиться к моему каналу христолю библии на и писание где я читаю всю библию целиком начать книги бытия ибо книга читается я сколько раз уже наверное мои слушатели устали об этом слышать читается слева направо сверху вниз как хотите в интернете с варианте да спереда назад а не наоборот заданный период естественно кто хочет познать есть он должен ее от начала до конца познавать и на канале христолю проповеди у меня есть плейлист называется пост постоянство в любви найдите его там все вы тоже найдете по соответствующей тематике веганство во христе до веган во христе можно так назвать я кстати может его как-то еще переназову веган во христе или постоянство в любви может быть вот так добавлю или постоянство в любви вегана во христе вот так вот кстати будет крутое название плейлиста вот вы его всегда на этом канале найдете там вот все эти ролики я почему так назвал потому что одной своей миссии я считаю это именно христиан приводить к истине потому что они от нее далеки также как земля к сожалению далека от неба да и этот ролик в так скажем в мини курсе 3 мы с вами уже посмотрели а кто нет рекомендую к ним обратиться но все они в этом плейлисте собраны это грех падения адама и евы это убийство животного и пожирания трупом второй ролик был это откуда появилась жертва богу это на самом деле было такое благочестивое прикрытие это те фиговые листочки которые адам с евы прикрыли свое беззаконие они придумали жертву якобы они убивать животные не просто так чтобы сожрать его да а ну якобы они правда по сути все вкусненькое сожирают а богу зажигают там его труп оставшиеся части которые просто для человека несъедобны да ну конечно же это благочестивые фиговые листочки благочестивые в кавычках конечно же не как адама с евы не украсили бы они стали стыдиться они стали уродливы и безумны и жестокосердны этому они научили своих детей об этом надо не забывать да и так все дальше человечество да по то я всем этим занималась давайте еще раз мы с вами все-таки я говорю проследим то есть мы с вами почитали в тех вот видео сотворение богом всего всей вселенной мы с убедились я надеюсь кто только узнал тут убедился что бог создает людей животных в один день практически всех животные названы такими же душами живыми в псалмах ветхого завета есть даже такое такая же мысль прямые слова можете их найти в интернете я сейчас точно псалом не помню где бог вдунул дыхание жизни свой также в которых вдунуто дыхание жизни я несколько раз ссылался все время просто забываю номер псалма да ну сейчас по поиску все можно найти там петь что дыхание жизни на любых сайтах здесь библия целиком там вы выйдут вам подсказки ну или в комментариях пишите я найду и все кролику забываю как-то это в память их там несколько шпалом псалмов которых так сказано то есть даже во все творение вдуманное дыхание жизни человек становится душой живой точно такой же душой живой какое названо животное только после того как бог вдыхает в него свой дышит дыхание жизни это и есть та жизнь чувствующая сознательная жизнь и вот бог творит животных людей в один день естественно бог и животным людям не заповедует убивать друг друга и пожирать друг друга но адам с евой что делают согрешают согрешившие какой-то грех конечно мы настолько отупели и религиозные лидеры всех времен и народов настолько ложно забили нам голову что детям эти эти родители потом этих сект забивают голову своим детям этими глупостями мы даже не способны понять что такое первый грех людей что это такое мы научили только своих детей что это что такое его соврал сорвала яблочко за это вкусила вместе с адамом смерть после того как угостил его тем что сорвала и мы с детства начинаем верить в эту тупость и глупость недалеких людей о том что первые люди были наказаны смертью богом причем наказаны не они сами эту смерть вниз мир внесли они наказаны богом смертью за то что они вкусили яблочко посреди растущим конечно умные люди с распаханными добрыми чистыми открытыми сердцами я надеюсь благодаря моим проповедям и своему чистому сердцу в котором бог отголоском у них зазвенел а точнее я он этот голосочек потеребил и они поняли что все что в них было это было абсолютной правды первым грехом первым грехом человеков евы было убийство беззащитного живого чувствующего страдающего желающего и жить и радующих жизни живого существа убить она дама не могла убьет 1 вообще останется да они убивают сначала он потом они все это благодетель переводят в жертву да она убивает это животные пожирает его трупы этим самым мерзким блюдом угощает своего мужа адама да она сделала ровно самый страшный противоположный грех бог все творит бог дает жизнь как его прекрасным пётр бога иисуса христа назвал начальником жизни источником жизни то его совершает прямо противоположное действие она что делает вносит смерть она убивает это животное не бог приносит смерть более того господь когда говорил что вы когда сорвете то есть убьете вы сами умрете как человек может умереть когда он сам убил ну как он же убил как он может умереть он и не умер бог призвал этих людей адама с евой к покаянию но они отказались выявив свое желание заказнивать во зле более того во всем зле обвинить обвинив бога то есть человек доходит до безумия только после отказа от покаяния во грехе хотя бог обещал им смерть якобы после совершения убийства они не умерли бог призвал их покаяние но они отказались от изменения жизни и только тогда после этого случая бог вразумляет дает урок жизни человеку его теперь дает жизнь в ужасных болях и скорбях все женщины прекрасно знают как дается беременность как проходит беременность до скорбях будет беременность твоя и в боли будешь рожать детей твоих все слова божьи сбываются именно потому что она что сделала убила жестоко и безжалостно убила это живое существо тянущиеся к ней абсолютно любящие доверяющие людям животное и адам который вкусил с ее до дьявольских рук этот труп теперь со скорби потом добывается пищу от земли и бог так кровь которой они прялили на мать землю мать всех живых существ она теперь не хочет им ничего давать чтобы оправдать себе потому что после покаяния они тычут богу что это он нехороший он во всем виноват естественно чтоб и дальше творить зло под видом благочестия ибо зло в прямом виде никто не будет творить и никто никому никого плохому не научит если не выдаст зло под личиной добра апостол павел очень прекрасно так и написал все знают на его знаменитую фразу что а что сатана принимает вид ангела света потому что никто в чистом виде зло вкушать не будет убивать любое убийство надо подать под видом добродетели это враг это нехороший человек он язычник грешник религиозник сектант тиры 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 и прочее прочее да он оппозиционер там или еще что-то он нехороший человек он уродлив он больной он безумный да надо найти причину чтобы убить это нужно богу во имя бога иисус так и говорил настанет время настало уже она всегда было есть и будет что будут убивать даже людей всегда даже во имя бог думаю что тем они служат богу этим же занялись адам с евы начали себя оправдывать тыкнув богу на словах они свои слова превратили в действие придумали жертвоприношения что якобы богу все это надо хотим тупо хочется сожрать плоть труп себе подобного живого существа которое любит его этому они естественно что делают по безумию своему учат своих детей уже их не дети каин савелем зомбированы тем и верят в то что бог это дьявол а дадам с его прямо нарекают бога дьяволом себя хорошими они-то хорошие это это они это же богу надо мы просто хотим сожрать труп мы так придумали чтобы его сожрать так как так и красивую легенду мы бога сделали сатаной которым которому нужны страдания слезы плач и смерть хотя они это сделали и эти эту одежду эту кожу этого убитого животного по помимо вот этого воспитания жизнью на протяжении всей жизни как беременность скорбях так и жизнь скорбях да со скорби будете питаться от земли да бог еще в концовке надевает на человека вот эти одежды смерти от надо запомнить то что мы умираем это только потому что его убила животное поймите это наконец это они внесли эту смерть и бог лишь эту смерть на них одел ты поступай с другим так как хочешь чтобы поступили с тобой вот тогда ты поймешь как это страшно умирать так и случается уже авель свято веря в религию своих родителей адама съела что бог это дьявол которому нужны слезы страдания и смерть sky нам совершает ужасные вещи тоже не приносит жертву там животных и все что плоды земли и так далее ничего богу это не надо каин глядя на это это почему я не могу принести богу большую жертву почему я не могу убить своего брата и убивает его конечно же это я уже эти мысли в голову каина вкладываю на самом деле каин так не думал каин действительно убил авеля просто тупой зависти бог преподает человечеству второй урок жизни который они опять не проходят бог якобы принимает жертву авеля потому что сердце авеля в русле и в мыслях религии его родителей и уже его религии у него было сердце желающие угодить богу конечно он был тоже настолько глуп и недалек и видим и все-таки с окаменелым уже сердцем его родителями в нем сформировавшим что он сам перерезает глотку своему же ягненку которого сам растит выращивает и заботится и каин из зависти когда бог якобы просто по желанию сердца авель который был действительно хотя бы желание угодить якобы злому богу по сути сатане каин видя что его жертвы якобы богом не принимаются просто-напросто убивает своего брата ева вкушает еще не на свои шкурки на как который отдел ее бог благодаря тому что эти шкурки после адама с евы надеваются на все человечество первое она вкусила тот плод который причинила страдание матери земли которая ибо бог дал повеление земле которая по сути и есть бог бог всячески во всем и в земле тоже сам убив животные пролив кровь на землю мы убили бога и пролили на него кровь еще тогда когда он не являлся во плоти и его познала что такое вкус горечи смерти того кому ты даешь жизнь естественно потом они сами умерли познав горечь смерти но каин уже убивает авеля просто тупые зависти естественно со времен каина люди уже придумывают надо же оправдать убийство и убийство уже оправдывают какими только можно способами человеческими жертвоприношениями самому богу напрямую ради бога убийство это еретик это сектант и прочие прочие вещи на нехороший человек и пошло поехало еще в ну в принципе прежде чем я просто мы доходим к потопу конечно же люди которые просто уперлись в ту фразу они возможно просто не способны будут слушать мой ролик им все это не надо они нашли для себя вот живой пример любую зацепку где-нибудь в пицце вырвать стих из библии и оправдать свой грех вряд ли им поможет то что я буду сегодня говорить но они вкусят плоды своих тел все абсолютно мы познаем то что мы сами вытворяем прежде чем прийти к кною так что же случилось между кайным авелем и ноем да еще в библии в самой по крайней мере в канонистских так называемых книгах бог перед потопом о котором сейчас с вами будем читать уже было сказано о всем человечестве в то время были на земле исполины исполины это дети ангелов и людей особенно с того времени как сыны божьи ангелы стали входить к дочерям человеческим они стали рожать им это сильные издревле славные люди и увидел господь бог что велико развращение людей на земле и все это тоже род был такой уже средний знаете как между там афроамериканцем и там славянином да то есть появляется мулат то же самое были люди были ангелы причем во плоти да и были исполины это уже еще один появился рот между человеком помесь такая средний между человеком и ангелами славные красивые мощные сильные люди казалось бы на что они будут творить добро или зло и увидел господь бог что велико развращение людей на земле и что все как громко написано все мысли и помышления сердце их помышления сердца вся обращая на эту фразу внимание мысли сердца желание добрые ли злые были зло во всякое время задумайтесь все мысли и помышления сердца зло во всякое время вот вердикт до потопному человечеству как вы думаете что там творилось мы никогда не вдумаемся в эту фразу это от на земле уже был посмотрите на беззакония которые творятся во время мировых войн что начинается и это только цветочки видимо там такое уже было что караул это же фраза еще раз повторится да и сказал господь и стриблюсь лица земли людей которых я сотворил от человека до скота и гадов и птиц небесных и стриблюх ибо я скал шестьсотлых но и же обрел благодать передачами господа вот же те ноя но и был человек праведный и непорочный вроде свое мы переходим к ног до чтобы никто не думал что ролик не об этом но 20 минут у меня всегда такое предисловие одной ходил пред богом но и родил трех сыновей сима хама и афета но земля растлилась перед лицом божьим и наполнилась земля злодеяниями вдумайтесь внимательно и придайте словам правильное значение это просто уже капут был мы чувствуем это по тексту которую надо до нас дошел и возрел господь бог на землю и вот она растлена ибо всякая плоть всякая плоть извратила путь свой на земле и сказал господь бог конец всякой плоти господь бухной пришел пред лицо мое ибо земля наполнил от них злодеянием и вот есть требуем их благодаря книге еноха про этих исполинов мы знаем чуть более поподробнее да и они взяли себе жен и каждый выбрал себе одну и они начали входить к ним и смешиваться с ними это про ангелов идет речь иначе научили их волшебство и заклятием открыли им срывание корней деревьев они зачали родили великих исполинов рост который был в 3000 локтей они поели все приобретения людей так что уже не могли прокармливать их тогда исполины обратились против самих людей чтобы пожирать их то есть мы видим начинается и людоедство и они стали согрешать по отношению к птицам и зверям и тому что движется и рыбам как мы видим во времена допотопного человечества бог не отменяет свои заповеди и все это ну предположительно говорят о тысячи лет да вроде как был потоп через там тысячу максимум полторы тысячи лет после вот времен адам и евы мы видим что закон не вкушение не убийство живых существ и рыб а то знаете очень любит я там я там да свинину не ем или я там ну ладно коровку не ем но я ем куриц птиц там ем рыбу ты никакой не человек божий это все души живые кто смотрел те ролики сегодня же мы к вами с вами к первой главе не будем обращаться я вкратце напомнил все что там написано я зачитывать дословно вы помните что это все живые души и мы видим что здесь конкретно в книге еноха написано что погрешали в отношении всех птиц зверей то есть всех млекопитающих и рыбам и всему что движется я всегда в своих проповедях говорю обратить внимание движение не значит жизнь ну так фигурально до брошено как и ру колесо с горы она еще живым не стало чувствующим существом испытывающим страдания боль и смерть конец которого может быть да мы можем разлу разрушить так скажем это мы не разрушаем мы не уничтожаем разлагаем матерь материю на более другие вещи речь идет действительно а с живых чувствующих страдания боль и радость существах и стали пожирать друг с другом их мясо и пить из него кровь тогда сетовала земля на нечестивых заметьте книгу еноха и и называют кто знает апокрифом да она достаточно по крайней мере мысли которые там сказаны очень согласуется с теми же сами каноническими да то есть до появляется с третий род есть человеке есть ангелы есть появляется творение боже как помесь между ангелами и людьми это еще более крепкие великолепные славные люди что они начинают творить но я так понимаю по контексту понятно что они уже про обращают так как они сильный пор обращает слабого мы видим обычные людишки становится у них уже в рабами они поедают их не все творение начинают пожирать их самих сами люди начинают уже пожирать друг друга и всех и все против согрешают против животных и птиц естественно все это с кровью еще прям саму кровь пьют вот до чего докатывается человечество убийство страдания насилие поймите что там было это просто кромешный ужас вот так вот у нас история потопа мы сейчас не будем все конечно же мы хоть немножко я затронул вот тут о потопе мы не будем с вами все о потопе читать как бог но и повелевал он все это собрать всех животных заметьте мы уже прямо приблизились к но я говорю мы немножко все это опустим у нас 6 7 8 глава мы с вами сам потоп пропускаем но я напомню бог повелевает моисею я кручу вам не показываю бог повелевает моисею сделать ковчег и собрать туда всех животных папа и птиц там питающих все это да что такое история ноя история потопа про потоп я по моему я говорил это в курсе чтения библии последовательно про потоп может еще отдельно запишу почему бог сотворил потоп и я верю что это бог сотворил но это не я и но это не дьявольская скажем поступок я объясню почему не сегодня о том уже совсем удалимся и так у меня ролики часовые все бог повелевает ною собрать всех животных и самому в этот ковчег забраться и что они в этом ковчежице плавают 10 там месяцев до почти год что такое история с новым никого не секрет вторая попытка мироздания да то есть бог творит адам и севы они человечество доходит до апокалипсиса все апокалипсис потом это первая первая апокалипсис но и выходит из ковчега и что он делает у нас вторая попытка мироздания все псевдо христиане трупажоры убийцы трупажоры ссылаясь на девятую главу которую мы сейчас с вами начнем читать пропустив конечно все это саму историю с потопом я всем рекомендую конечно же хотя бы восьмую чуть-чуть захватить все это деление человеческие и вот восьмая глава с 18 стиха мы читаем увидеть у меня иллюстрация говорящая и вышел но и сыновья его и жены сыновей его с ним все звери и все гады то есть опять как адам с его ну своих же убивать не будешь новая история всегда знает все знают вода все мы моемся водой вода символ очищения все заново второй шанс бог дает людям все опять есть семья уже даже побольше чем с адамом и евом уже есть дети уже люди вкусили какой-то опыт зла но и видел все эти беззакония от убийства человека самого страшного заканчивая ты-ды-ды-ды до всех грехов как мы видим все их непомышления во всякое время суть зло вот что видел аной и все его родня так скажем причем достаточно разнообразные это и сыновья то есть собственные дети это жена и уже жены детей сказалось бы это люди переживший от пережившие оба видевший от переживший апокалипсис казалось бы начните все с чистого нового листа творите добро не срывайте этот плод запретный не делайте зла не причиняйте никому не более страданий от которых бог избавила снова землю какое первое действие но и вы догадались ну тут прямо описано вы ничего не обращение не видите никакой связи как вы думаете это случайное совпадение если она им а а а а а бадами с евы вот по такому какой-то я даже не вы знаки слова уже употреблять по глупости нерадению или потому что я много раз уговорил вам что библия никакой не слов боже это писание до нас дошедшие переведенные переписаны перетолкованы вообще неизвестно как до нас дошла история сотворения через но и кто это писал были устный кто вот так позволил себе писать о боге что это бог дьявол прямо или все это выписывай что бог так плохой бог не являлся адаме с евы прямо они не видели его это не был злой цербер их учащий это был внутренний голос сердца они от него отказались что же какой же самый первый грех опять совершает ной это же не бог его научил приносить жертвы это адам с евы первые убили и пошло-поехало каин убивает авеля что же делает ной неужели у ноя не хватило мозгов понять что такое добро что такое зло бог дает второй шанс человеку человечеству он 10 месяцев бултыхается с этими животными животные до этого не убивают ни людей не друг друга мы видим из истории вот это человечество из книги бытия что животные до потопа абсолютно любили человека и питались только тем что повелел им господь в сердце до в природе их как мы с вами прочитали в первой главе это была полевая трава все что растет на земле ну как сейчас как их называют травоядными так и есть едущий траву что же делает но и с теми кто у него был в ковчеге неужели он не смог понять этого неужели у него сердце было настолько окаменевшие настолько не хватало мозгов что же делает но и по выходе самый первый свой поступок человек выходит из ковчега символ как будто бог опять тебя сотворил или ты вышел из чрева матери он совершает убийство и устроил ной как видите в моих текстах я даже для себя для других всегда делаю какие-то пометочки их нет так назовем так оригинальных текстах и устроил ной самовольно я пишу жертвенник господу и взял из всякого скота чистого из всех птичистых и принес во все сожжение на жертвенники впервые это глупая ужасная фраза тупая жестокосердно непонятно кем написанный до нас дошедшая вернее это все было вернее ну кто это писал это писали такие же возможно это но и так и научил своих детей что бог обонял бог не хочет этого бог за это убийство и наказал дал наказу начал воспитывать адама севы но адам отъехать севы от этого настолько отреклись а бог не нарушает природу человека то же самое что бог по воскресенье больше не является бог иисус христос который был убит воскрес и вознесся как он сказал своим ученикам я не буду всем являться вы-то мне не верили когда я воскресал воскрес и вам являлся игорь блаженный не видевший но верующий и бог уже не стал каждому тыкать мордой в эту кровь и а велика иный всех людей на земле бог сделает однажды с первым человеком люди отвергли это разве бог где-то но я учит убивать животных и приносить их жертву нет но авторы кто бы то ни был может быть со мной да пишет что богу это все угодно и бог обонял господь приятное благоухание разве может быть хоть одному здравому человеку на земле быть приятно убийство и сказал господь бог в сердце своем это вот как вы думаете вдумайтесь в эту фразу то есть вот тот человек кто пишет вот эту книгу ну она уже до нас в том время дошла кто-то писал кит маленький как это все дошло до нас вы только вдумайтесь когда нас дошла история заметьте как вот этот автор неизвестно кто автор книги бытия надеюсь вы не принадлежите к тем глупым людям которые считают что пятикнижие моисеева и непонятно какое вообще отношение книга бытие имеет к моисею миссии можно назвать только четырокнижие с книги исход по книгу второзакония левит и числа книга бытие к моисею вообще никакого отношения не не он ее не автор о нем там ничего не написано и он ее даже не писал это дошедшие летописи кто их собирал даже никто не знает даже в исходе ли еще где-то не написано что мы сей писал бытие мы сей написал книгу закона но никак не бытие нигде он в этом не признавался но человек здесь утверждает что господь в сердце своем сказал это что же за человек такой зрящее сердце бога который видит его что ему приятное благоухание что его нет не блюет он на всю землю от этого благоухания что ему приятно это автор этой книги когда вы все это поймете у вас все станет жизненно свои места не буду польши проклинать землю за человека потому что помышление сердца человека зло от юности его надеюсь уже кто меня давно слушает а кто нет ладно скажу почему я что-то принимаю как хороший наоборот вот посмотрите правильно написано потому что истина никому не принадлежит и в мире все как иисус сказал это поле с плевелами пшеницей пшеницу мы собираем а плевела выкидываем почему господь сейчас ною я почему читаю именно еще отсюда это очень важно почему-то не вырвано я же вы же все прекрасно знаете историю там просто ничего нету если вы что-то прочитал что из того что мы с стиле с шестую по девятую главу найдете покажите мне я специально читаю чтобы найти ответ почему вот вы видите это автор вкладывая слова бога и он возможно правильно невозможно если он правильно вкладывает в этом плане я просто действительно показываю такие нюансы что человек если это человек как это все было как он видит сердце бога и его нос он видит так как ему это приятно благоухание и все что ведь мы дальше будем читать вы заметьте в моих текстах которые все есть бесплатном доступе и свободном пространстве интернета на сайте христолюб.ру в одноименном проекте христолюб вы замечаете всегда делаю разными цветами и речь как бы господа выделяют таким оранжевым цветом солнечным можно сказать да как солнце фотографии есть как оранжевое такое это же дальше все и пойдет и благословил бог ноиска и сказал то есть ну по сути здесь просто еще одна такая ремарка автора да но по сути это все непрерывная речь бога а вот почему мы читаем с 9 главы только потому что нам люди и вот на настолько въелась мы даже не спас мы библию все читаем стихами какими-то а ведь читать тюнат не с девятой главы про то что бог благословил убивать животных а вот хотя бы с 8 даже в той интерпретации как до нас да все это дошло слушайте сейчас что я вам прочитаю не буду больше проклинать земле землю за человека потому что помышление сердца человеческого зло от юности его вдумайтесь почему эта фраза идет первое после жертвоприношения бог смотрит на ноя вот автор пишет я согласен что это слова божьи но только эти слова божьи вышли из того если автор просто внес в мысли бога что это ему приятно благоухание то я как человек познавший истину понимаю что это абсолютно не так именно бог увидя посмотрев на ноя сказал я понял бесполезно помышление человека зло от юности его ничего не изменилось он говорит почему бог это говорит вы скажете это он как бы о будущем говорит он как бы я же ведь ты же как бы вырываешь он будет не буду больше проклинать землю за человека потому что помышление сердце человека зло от юности его правильно а чего взяли что это будущих злодеяния говорится да то есть бог понимает что ничего не изменил поток но это я говорю кому интересно я запишу ролик о потопе в этом-то и весь смысл я уже практически раскрыл но я принципе говорил об этом ладно скажу кратко бог нам показал нас вы знаете у людей постоянно вот эта мысль господи быть куда ты смотришь почему ты их не накажешь как их земля носит это было первый раз в истории человечества когда мы говорим про ли пролись свои суды и гневы на там вот это вот это эту страну этих народов и бог тогда показал что зло злом не бесполезно побеждать это вот ответ просто на вопрос где иисус и как бог ешься во плоти и дал заповедь побеждать зло добром потому что зло злом ничего не дает если люди не хотят сами свободные божье творение свободное боже творение в выборе до между добром и злом если она сама не меняется населком его не поменяешь историю потопа бог был вынужден сделать так скажем стереть всех во первых они бы сами друг друг там уже все до добили бы это человечество просто сошедшая с рельс и бог нам показал один раз в истории 6 ибо все души бессмертны и нигде не там не в аду все эти даже уже все сто раз перед перевоплотились реинкарнировали и кто-то познал кто-то еще познает кто-то будет познавать истину у бога нет смерти все божье творение вечно но мы все проходим эту школу жизни это был урок ну назовем первого класса это был экзамен после первого класса человечество не сдало сдало на на парашу или на кол или вообще не сдало да и бог дал урок да как это говорят летний каникул отменил на бог показал что зло злом не побеждается стер он и что но и тут же выходит и творит беззаконие почему бог никогда и знаете у нас вот сейчас в современном мире вечно вот эти апокалиптики у них все плохо такая каста людей разве бог будет учить плохому людей или все это плохое пророче они уже совершили зло именно поэтому бог посмотрел посмотрите вот на контекст неужели я один такой умный вижу это неужели вы все вот это вот не видите как история человечества бытие нам открыто пусть с искажение пусть с интерпретация автора что он там считает что богу что-то это угодно что богу нравится как мы сей будет говорить уничтожать народы даже собственный еврейский народ который он избрал носик это так то я буду радоваться когда буду убивать вас это мы селишь говорил вот вам пожалуйста некий автор уже сто раз непонятно кто эти авторы кто там что прибавил убавил но суть именно такова но и выходит опять творит беззаконие но опять убивает того кого можно назвать его домашними животными более того это домашние животные был полный его ковчег ни одно из животных еще не убивала ни друг друга и тем более людей иной убивать животное автор нам подает как красивое действие жертву богу смотрит картиночка какая я могу и конечно покрупнее открыть она такая милая все с такими благочестивыми конечно же лицами обязательно как же без этого все такие хорошие да миленькие тут осмотрите овечки внизу но это картинка уже неважно чья там до птички полетели здесь прям рядышком только что убили барашка и рядом такие барашки все вместе кланяются господу да как какая красивая идиллия вот на такой лживой идиллии к сожалению всех воспитывает до его ада это его с адамом сорвали яблочко и скушали дали плод там неважно ты у нас уже яблочко хотя там не известно какой плод этот плод и был грех грех тот был убийство беззащитного живого вот на таких лживых извращениях мы растем и потом это из головы у нас выбить невозможно вот так вот вот так вот вот что они делают и ничего в этом никто это лишь автор пишет что и обонял господь приятный бог ненавидит зло бог не участвует во зле бог не призывал но и никакую жертву им приносить он не просил убивать животное это сделал ной сам опять 1 виде все беззаконие до чего докатилась человечество ничего до него так и не дошло ничего ну и теперь с 9 главы мы с вами читаем благословил бог но и сновей его и сказал им плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю дострашаться вас и до трепещут все звери земные все птицы небесные все что движется на земле и все рыбы морские в ваши руки отданы они все движущиеся что живет будет вам в пищу как зелень травну отдаю вам все естественных псевдо христиане убийцы трупожоры любят все эти стихи цитирует я бы бог благословил но я убивать и пожирать я в лице его все человечество неужели вы вот не видите что мы только что прочитали слушайте когда вас ударит по голове и вот эти все вот эти грешники их прямо называют больные еще и зараженные первородным грехом адама с евой бог плохой вот это автор такой же кстати все кто писали переписывать переводили до нас довели эту библию и те кто вот это все исповедует у них бог плохой они страдают этой же болячкой первородного греха сожравшие их не внутренность мозги и сердце полностью выжившие там ничего не осталось ты 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 нам дал они потом они на суде потом будут тыкать богу ты дал на библию бог вам дал сердце и разум чтобы вы познавали истину бог не давал вам библию иисус не строчки не написал он позволил даже евангелие писать переводить перетолковывать и извращать людям оставил эту свободу заметьте иисус будучи на земле в человеческой плоти не написал не строчки какая слово божье это все дела рук человеческих к сожалению что рук грешных что дел таких же это бог вкладывает это бог убил животное или дебильная когда слушает протестантский ортодоксальный православный католический бред не проповеди что бог убивать животное чтобы надеть вот эти вот шкуры на человек и думаю вы настолько тупые бессердечные у вас просто помраченная природа вы вообще ничего не понимаете его вот в том состоянии находитесь когда они тыкали адаму съем и богу что это ты во всем виноват здесь тоже самое это бог меняет природу всех животных да это бог разрешает человеку убивать животных пожрать их трупы а вот вы здравые люди которые я думаю хотя бы 50 процентов которые меня слушают а вы не видите в этом в этих словах пусть даже людьми до нас дошедшие этой истории как все это было истину между строк как вы не можете прочитать когда вас бьют по голове ты будешь доверять этому человеку тебе не страшно рядом с ним идти вы идете с человеком с боем он тех хлобысь в челюсть ты будешь дальше спокойно идти осен за ножом потянулся как мы боимся людей вооруженных с топором какого дебила бегающего по деревне по городу вы неужели не можете в этом прочитать это не бог влагает страх в животное это человек безумный вот это вот бредовая дебильная картинка которую нарисовал кстати человек обладает талантом да красивая картинка я так рисовать не умею но только вот эти вот овечки здесь внизу лежащие они уже пятки только сверкают вот бегут от этих вот людей потому что они кладут свое колено им на горло и перерезают глотку они не будут рядом там сидеть я видел как режут курей тех же самых их выводят из загона они никогда не видели что убивают их собратьев других куриц там сосестер да они этого не видели убойный двор всегда далеко подальше они не видят там где их содержат но когда их только туда уже ведут они метаться начинает и это вил собственными глазами она не знает курица что такое топора она его не видела никогда на ее глазах никогда не рубили ее курицу и она когда ее туда ведут она рвется мечется она чувствует что ее хотят убить курица что что-то откуда она знает что такой топор ей мама объяснила папа объяснила она фильм посмотрела познавательный она не знает она чувствует энергетику что ее хотят убить она чувствует эту кровь кругом естественно там все полено залито кругом и теперь они чувствуют все это так это бог вложил вот эти слова как надо читать пусть даже автором написано здравым людям чтобы познать истину чтобы стать святыми счастливыми войти в небесное царство с иисусом христом встав своей жизни на защиту жизни они уж горя том чтобы и убивать уничтожать эту жизнь чем занимаются псевдо христиане в том числе убийцы труп ожоры это бог вложил страх это человек вложил в животное и во весь мир кругом и даже в собственных людей своим поступками кто не побежит но и выходит и режет и приносит в жертву этих бедных животных вы не побежите вы побежите сломя голову будучи животным а что означает вторая фраза которая произносится что все это движущие кто бежит от тебя и щемится просто во все щели отданы тебе в руки еще раз читаем чуть выше фразу не буду больше проклинать землю разве бог так скажем как ты любит я вот эти вот богоненавистники их прям будут так называть сатанистами тоже бог проклял человека а проклята земля за тебя кем не богом раз кто мог все проклясть там только бог земля и адам севы кому эти фразы относятся кто-то да проклял д человек проклял сам себя и все вокруг это человек творит это зло не бог не буду больше проклинать но вот опять автор да вы видите каким языком вся библия написано землю за человека потому что помышление сердца чайского зло во всякое время возвращаемся к первой главе где было убийство животного адамом с евы и они вкусили плод своих грехов что это значит когда господь как бы им разрешает все я большего не буду проклинать но и уже в коже этих животных и ничего не поменялось жена уже женщина рожает в муках беременности ходит и в боли рожает он уже ной от худой земли кровь на которую пролил питается бог большего я делать не буду все ты берешь вдумайтесь слушайтесь пожалуйста что я вам говорю это же это же видно неужели вы не способны погрузиться в это поставьте себя на место бога все что вы читаете с первой главы и представьте что вы бог абсолютная любовь что царство небесное рай тот же самый который был мог быть только при условии всеобщей любви доброты и люди ваши дети боги и дети всевышнего все ваши дети начинают такое творить бог больше ничего не накладывает за это он понял помышление ноя суть зло во всякое время все бесполезно что-то еще больше все вот ладно делай ну что дальше написано я взыщу вашу кровь и вашу кровь который жизнь вашим от всякого зверя за счет также душу человека от руки человека от руки брата его кто прольет кровь человеческую то у кровь прольется рукой человека ибо человек создан по образу божьему вы владеете размножайтесь и распространяйте по земле и нажать на земле все бога все с этим я понял это бесполезно это вообще это не забывайте что говорит все не бог на самом деле но и не цитировал бога он не был его пресс-атташе или секретарем эта история человечества которая по идее всегда слышит бога в своем сердце ибо мы его образ и подобие вся природа это он мы ее лишь извращаем все разве здесь бог не предупреждает что запрещено убивать любого человека якобы правда эту женой заметьте бог-то и адаму с его ничего не писал никакого закона не писал разве моисей потом не спокойно проповедует убийство разве здесь не прямым языком те кто любит особенно меняете там православные католики протестанты вымораживают вы в свои секты вот у вас там патриотизм просто первая план первая заповедь наверное да разве тут не написано я защищу вашу кровь которой жизнь ваша защищает всякого зверя да защищу также душу человека от руки человека от руки брата его кто прольет кровь человек это кровь прольется рукой человека ибо человек создан по образом божий но моисей потом спокойно уже также опять по воле своего бесноватого бога потому что бог не такой каким видел его мысей бог не такой какой каким его видит ной бог ной ничего не понял в жизни он не смог сотворить новое светлое мироздание конечно в писаниях можно найти оправдание любому греху любому самому безумному самому безумному казалось бы вот вам заповедь от бога и вам любые религиозники несмотря на то что иисус никого не убил никаким патриотом не был никакого оружия с собой не носил не проповедовал ничего подобного религиозники спокойно проповедует патриотизм на что только не ссылаясь святая инквизиция во всех сектах православной католической протестантской не надо думать или пребывать в иллюзии что ее не было узнать историю даже ту официальную историю которой не стали а может быть настолько там извратили но не не смогли все извратить просто масштабы уменьшили что эти инквизиции были везде они все были как говорил иисус во славу бога все меня удивляет люди встречал они в православной секте как-то инквизиция была да и посмотрите что делал первый патриарх российский никон узнаете кто такой ваш святой иосиф волоский никакой в ранг святых возведен просто великий инквизитор вы посмотрите что он вытворял и он не других еретиков сжигал и не только ненавидел евреев жидов он всех своих сжигал еретиков когда никона никоновцы так называемыми жгли старообрядцев еще не было разделение это не стали впоследствии это пока одна семья одни тысячами закрывали в храмах и сжигали приносили эти кровавые жертвы кому кому истинному богу небо земли нет они приносили своему отцу дьяволу эти жертвы все оправдание миллион можно найти в библии этим поступком вас эти писания не спасут вы не то что в небесном царстве с иисусом христом вы даже в раю никогда не будете небесное царство это там те люди святые которые поступают так как поступал иисус христос а он защищал истину он стоял на истине на защите истины проповедовал истину и жил прежде всего по ней сам и заповедовал все это делать всем своим последователям ученикам небесное царство вы войдете когда вы станете веганами раз это вы войдете только в рай когда вы станете проповедовать веганство защищать истину тогда вы войдете в небесное царство ибо такие как иисус там с ним и будут а он защищал истину девятая глава я надеюсь для вас тоже понятно это не повеление божье это не заповедь божья бог не дьявол бог не сатана бог не убийца бог не палач не садист не живодер то что вы верите прикрываясь этой девятой главой во что верил иной не забывайте об этом вы сделали из них святыми они не святые они грешники они бога по примеру своих родителей и вы прямые наследники адама с евой грешников не покаяющих грешников ваш отец дьявол вы проповедуете бога который сотворил живое существо вдунул в него дыхание жизни дал ему тоже сердце и разум это в любых животных очевидно особенно млекопитающих кошечках собачках свинюшках барашках коровках курочках них есть кровь мозги сердце все у них есть чувство радость жизни страх боли страдания и смерти радости желания жизни и вы проповедуете живете так и жизнью свою проповеду то еще словами что бог якобы это ваш отец дьявол сотворил это живое существо дал ему все это чтоб другое живое существо ему причиняло боль и убил его вы идиоты кончены я всегда это говорю вы кончены идиоты с окаменелыми сердцами на этом я закончу и 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 Продолжение следует...